Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня видео про кукурузу, или правильно говорить, про маис. Ее огромная польза и потенциальный вред. О чем это видео кратко? История культуры, интересные и просто удивительные факты, пищевой и химический состав, в чем польза, как меняется состав и свойства в зависимости от термообработки, резистентные крахмалы второго типа, что это такое, от чего может быть вред, микотоксины, фитиновая кислота лектины и как с этим быть? ГМО-кукуруза повсеместно. Как и где купить не ГМО, а био-кукурузу? Абхазия, край долгожителей, они ели кукурузу. Мамалыга, кукурузное масло, попкорн. Как правильно есть кукурузу, чтобы была польза, а не вред? Вот об этом видео я огласил список тем в порядке моего изложения, поэтому смотрите видео целиком и вы услышите обо всем об этом. Данное мое видео продолжение рубрики по злакам, семенам, крупам, зерну. У меня уже было видео про пшено, про голозерный овес и про чечевицу, где отдельной темой была уникальная черная чечевица. Ссылки на все эти видео я оставлю вам вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Итак, поехали. Кукуруза это однолетнее травянистое культурное растение, это единственный культурный представитель рода кукуруза семейства злаки. Помимо культурной кукурузы, род кукуруза включает 4 других вида. Вот они на ваших экранах. Но есть один нюанс. Ведь дикого предка кукурузы так и не нашли. История. Родина кукуруза Центральная Южная Америка, где эта культура возделывалась с древнейших времен. Многие ученые предполагают, что это самое древнее так называемое, ну в кавычках, хлебное растение планеты. То есть основная культура, ну как пшеница или скажем в Азии рис. Для индейцев в Перу это был, что называется, хлеб. И именно в Перу ученые нашли початки кукурузы, датируемые пятым тысячелетием до нашей эры. В Америке кукурузу называли маисом и называют до сих пор. Такое название ей дали древние майя. В 1950-х годах в долине Рио-Гранта, это Мексика, на глубине 70 метров при раскопках археологи обнаружили 750 початков кукурузы. Ну, видимо, склад какой-то древний. Эти початки разительно отличались от початков современных сортов. Небольшие по размерам, зерна мелкие, сами початки прикрыты листьями лишь на одну треть. Но это как вспомните про овес. Он же был древний, самый сорт голозерный, без плевел, без шелухи. Так рос. Видите, и кукуруза практически так же росла. И вот эта находка указала на еще гораздо более ранние возделываемые сорта кукурузы. Их датировка примерно 10 тысяч лет. А некоторые ученые по совершенно объективным признакам указывают, что это было более 50 тысяч лет назад. И, конечно, в ту эпоху доаграрной культуры, если верить официальной истории, так называемые примитивные люди, как могли освоить культивирование и выведение сортов. Тогда возникает вопрос, кто им помог? Причем, та старая кукуруза, все эти древние сорта, отличались внешне сильно от современной желтой привычной кукурузы. Она была цветная, как радуга. Позже выводили разные сорта. Отдельно и красную, и синюю, и черную, и белую. Это было уже много тысяч лет назад. Вот вы можете видеть сейчас на экранах, какая кукуруза есть. И, кстати, до сих пор можно эти сорта найти древние. По крайней мере, у меня такие семена есть. В Европу маис был завезен в 1496 году. Это доподлинно известно. Христофором Колумбом, как вы понимаете. После возвращения его из второго путешествия к берегам Америки. Но в нашей стране маис называют кукурузой. Название кукурузы вообще турецкого происхождения. В Турции это растение называют кокорос. То есть, высокое растение. Ну, оттуда и слово кукуруза. Итак, в самом конце 15 века она попадает в Европу. А уже через 20 лет она выращивалась промышленно, что называется, в Португалии. В 1533 году она появляется в Индии. В начале 16 века в Китае, Бирме. А в 1755 году в Японии. В конце 16 столетия в Африке. В конце 17 столетия кукуруза из Румынии была привезена в Молдавию, оттуда в Россию. Тогда она стала выращиваться на Кубани и Кавказе, где стала популярна среди местных народов, в том числе Абхазов. Об этом в конце видео я кое-что подчеркну вам. Первое знакомство с кукурузой русских произошло во время русско-турецкой войны 1768-74 годов, после присоединения к России и Крыма. Кукурузу в России на первых порах называли турецкой пшеницей. Ну, а далее вспомните слово кукуруз и стала она кукурузой. А в результате завершения другой русско-турецкой войны 1806-12 годах по Бухарестскому мирному договору России была возвращена Бессарабия, современная Молдавия, где кукуруза возделывалась повсеместно и давно к тому времени. А вот благодаря дальнейшей селекции и особенно усилиям Хрущева в конце 50-х, начало 60-х годов, кукуруза южанка продвинулась далеко на север, заменив, заместив на какое-то время, на несколько лет, большое количество полей с пшеницей и другими злаковыми культурами этой самой кукурузы. Тем самым стране был нанесен огромный ущерб, в результате чего Советский Союз был вынужден несколько лет закупать пшеницу за границей. И это при том, что после войны наша страна полностью восстановила поля и довоенный уровень производства злаковых культур. После снятия Хрущева это положение исправили, однако кукуруза вошла в обиход, а сейчас в наши дни кукуруза третья хлебная культура в мире. Но после пшеницы и риса ежегодно в мире собирают более 380 миллионов тонн зерна кукурузы. Помимо пищевой ценности, кукуруза имеет и другие применения, их буквально сотни без преувеличения. Это и хорошая кормовая культура, это самый лучший силос, он из кукурузы. И до сих пор на полях нашей страны и других стран СНГ и в мире кукурузу выращивают именно на силос, для кормления скота. Из стеблей кукурузы изготавливают кормовую муку, стебли и листья идут на изготовление строительных щитов, ну, типа ОСБ. В бумажной промышленности из нее изготавливают и бумагу, и картон. Кстати, был в советское время, как раз при Хрущеве, агитационный мультфильм, где показывали и рассказывали, что можно делать из кукурузы. Внимание! Кукуруза настолько оккультурена человеком, скажем так, что ее сельскохозяйственная форма уже не способна, во-первых, к самосеву, и во-вторых, к одичанию. А может, это потому, что дикой кукурузы не было никогда. По крайней мере, все об этом говорит. Ну, а теперь в наши дни есть другая беда. Почти вся кукуруза в мире, по крайней мере, 98-99% в США и в Европе, геномодифицированная. Ужас! Если вы меня смотрите сейчас из каких-то других стран, ну, не из России имеется в виду, из Европы, из США, Канады, неважно, то у вас тоже есть возможность приобрести биокукурузу, органическую и именно сортовую, старой советской селекции. Ссылка, как купить такую кукурузу, будет в описании под этим видео. Теперь о пользе. Состав спелой кукурузы таков. Жиров 1,35 грамма, белки 3,27, углеводы 18,7, вода 96,05 грамм, золы 0,62 грамма. Суммарное содержание сахаров 6,3 грамма, клетчатки 2 грамма, крахмала 5,7 грамм. Естественно, колоссальный минеральный состав. Вы, наверное, слышали о том, что где растет кукуруза, потом почва просто мертвая, потому что кукурузу вытаскивает из почвы буквально все питательные вещества. И в кукурузе содержится, что называется, вся таблица Менделеева. Ну, в хорошем смысле. Не в смысле свинца, кадмии, чего-то страшного, ядовитого, токсичного, а в смысле всего, вплоть до золота и так далее. А теперь очень важный момент по поводу сахара, инсулинорезистентности, резистентных крахмалов и калорий. Итак, в 100 граммах сырой кукурузы содержится 94-98 килокалории, то есть очень мало. Однако, питательная ценность продукта меняется в зависимости от способа приготовления и обработки. Теперь внимание, кукурузная мука уже содержит не около 100, а аж 336 килокалорий в среднем. Консервированная кукуруза 103 килокалория, вареное зерно 97. А вот крупа, где идет измельчение цельного зерна, 336 килокалорий, так же, как и мука, каша 98, хлеб из кукурузы 261 килокалорию в среднем. Выше всего, само собой, калорийность кукурузного масла, она примерно около 900 килокалорий на 100 грамм продукта. Соленый отварной початок примерно 400 килокалорий, а кукурузные хлопья 356 в среднем. Спрашивается, почему в сырой кукурузе меньше всего калорий? А потому, дорогие друзья, что там содержатся именно резистентные крахмалы. И здесь, хоть у меня было уже видео, которое так и называлось, резистентные крахмалы, я ссылку оставлю на него вам под этим видео, но я сейчас кратко совсем вам кое-что очень важное поясню в этой связи. Да, в кукурузе именно второй тип резистентных крахмалов, их всего 5 типов. Второй тип находится в картофельном крахмале, сыром картофеле, кукурузе и зеленых бананах. Человеческий организм может его переваривать после термообработки, однако, внимание, после этого крахмал уже не будет резистентным, и не будет полезным для микрофлоры. Понятие резистентного крахмала возникло в результате исследований в 1970-х годах. Ученые, которые занимались изучением злокачественных опухолей кишечника, обнаружили, что некоторые народы редко болеют раком кишечника. Их стали изучать. Так вот, в их рационе было мало клетчатки, которое в то время являлось основным средством против кишечной онкологии, а вот продуктов с высоким содержанием крахмала было много. К тому же, у этих народа была низкая заболеваемость с сахарным диабетом второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И уже позднее только было выявлено, что причиной является высокое содержание резистентного крахмала именно в таких продуктах, как кукуруза, зеленые бананы, батат и ямс, которые составляли основу их рациона питания. Спустя время, интерес к устойчивому, то есть резистентному крахмалу, среди ученых возрос. Эта тема была серьезно изучена. Было изучено их воздействие на организм и огромное значение для здоровья. Так вот, резистентный или устойчивый крахмал – это разновидность крахмала, которая не переваривается и не усваивается в верхнем отделе пищеварительного тракта, то есть они устойчивы к воздействию пищеварительных ферментов поджелудочной железы. А что это нам дает? Чем же это так хорошо и полезно? А дело в том, что как раз резистентный крахмал не выделяет в результате пищеварения и его переваривания глюкозу в тонком кишечнике, то есть она, значит, не всасывается в кровь, не увеличивается количество в крови глюкозы, а значит, не выделяется гормон инсулин, который переводит глюкозу в клетку, ее излишки не запасаются в гликоген, ее излишки не идут в трансформацию жировую ткань, не возникает инсулинорезистентность, а значит, и сахарного диабета второго типа. Более того, по этой причине именно продукты с резистентным крахмалом. Но при такой готовке или без готовки, когда эти свойства остаются, подходит для кето-питания, даже для него. Так вот, а резистентный крахмал, не перевариваясь, но быстро достигает толстого кишечника, где он ферментируется симбиотическими кишечными бактериями нашего кишечника, ну, со всеми вытекающими, как говорится, с выделением витаминов, минералов и так далее, часть из которых усваивается нашим организмом. Более того, по диабету второго типа, говоря, в зернах кукурузы содержатся фитостерины, которые контролируют продукцию инсулина. Эти вещества препятствуют резкому повышению и понижению уровня сахара в крови, некий буфер, так сказать. Поэтому кукуруза, либо сырая, либо, далее скажу, как приготовленная, это продукт полезный, даже для всех диабетиков. Полезнее всего сырая или проферментированная, и уже потом вареная. Но про мамалу и гуму мы далее поговорим. Немного еще о полезных свойствах. Ну вот представьте, и витамин В1, и В5, и В6, и ПП, и многие-многие другие. А минералы какие? Цинк и хром, и селен и марганец, и так далее. Кобальт. Ну тот же витамин В5, смотрите. Он участвует и в белковом, и жировом углеводном обменах, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина. Он поддерживает функцию коры надпочечников. А недостаток витамина В5, то есть пантотеновой кислоты, может привести к поражению кожи и слизистых. Кстати, когда прыщи, угри и прочие проблемы с кожей, очень важно проверить витамин В5, и, конечно, его потреблять, но желательно в натуральном виде. Можно, кстати, тоже хлорелу спирулину. Там есть вся линейка витаминов группы В. Но вот кукуруза, пожалуйста, тоже. Кстати, кукуруза относится к гипоаллергенным продуктам, так как в ней отсутствуют соли, меди и никеля. Имейте это в виду. Я уже не говорю про серьезный источник довольно-таки витамина Е, А, а это антиоксиданты, да, магния довольно-таки большого количества. А это значит и здоровье, в том числе сердца и сосудов. Кукуруза, кстати, не содержит глютен. Однако, некоторые лектины там есть. Например, кукуруза содержит белки зеины, так называемые, которые связаны с глютеном. Некоторые исследования показывают, что кукурузный зеин вызывал воспаление в организмах людей с целиакеей. И это надо иметь в виду. Но зато, например, фируловая кислота в составе кукурузы, а рекордсменом по содержанию этой кислоты является свекла, так вот, фируловая кислота обладает противоопухолевой активностью. Она проявляет повышенную цитотоксичность по отношению к раку, молочной железы и печени. И это научно доказано. Кстати, кукуруза понижает плохой холестерин. ЛПНП, который, да? И предотвращает анемию. Но теперь немножко про вред. Вот фитиновая кислота, говорят, да, она ухудшает усвоение некоторых минералов, то есть питательных веществ. Ну, например, железо и цинка. Но не надо есть только одну кукурузу, понятное дело. Также надо помнить, что замачивание, проращивание, прорастание, да? И ферментация кукурузы существенно снижает уровень фитиновой кислоты, сводя ее негативные воздействия на нет. Кто-то скажет, микотоксины там есть выявлены. Да, но не во всей же кукурузе. И действительно, при неправильных условиях хранения, повышенной влажности, попадании вот этого грибка, аспергилиуса, например, и аналогичных, но это по аналогии, можно так сказать. Я вот видео делал про исследование профессора Кэмпбелла с арахисом. Когда микотоксины из грибка аспергилиус, который поражал, естественно, земляной орех, арахис, хотя, кстати, арахис это не орех, да, это бобовая культура. Ну так вот, с высоким содержанием белка, естественно, идеальная среда, влажный воздух, тропических регионов, где в основном выращивается арахис, способствовало этому поражению, и люди часто умирали от рака печени. И это было научно доказано еще много-много лет назад. Так вот, тут можно провести аналогию. Высокопитательный субстрат, да, с одной стороны, идеальная питательная среда для грибков, их жизнестойкость, развитие в идеальной для них среде, если неправильное хранение, не идеально высушенная кукуруза, тогда да, эта вероятность весьма высока. Вот какие микотоксины могут быть в кукурузе. Самые опасные из них это фуманезины. Было такое исследование научное, проводимое в Южной Африке, которое показало, что регулярное употребление кукурузной муки может увеличить риск развития рака пищевода, вот если кукуруза была поражена грибками. Ну так не надо брать не пойми где и что. Конечно, можно и не есть кукурузу вовсе, но ведь проблема-то такого рода не только в кукурузе, а в любых питательных крупах и злаках, понимаете? Кстати, это еще одна из причин, почему я решил открыть вот и склад хранения, и переработки зерновых злаков, ну вот соответственно и кукурузы тоже. Если хотите, посмотрите вот это интересное видео о моем складе, о правилах хранения зерна, в том числе кукурузы, у нас в хозяйстве. Посмотрите, и вы будете приятно может быть удивлены, а кто-то будет просто поражен. Но это я очень советую посмотреть видео, как вообще это должно быть эталонно, правильно, почему обоснованно. Ну и приобрести, если захотите, можете в том числе и кукурузу, биоорганическую, с высокими питательными ценностями, и абсолютно гарантированно без ГМО, без химии, у нас на нашем новом сайте надгар.нет, по зерну, муке, и в будущем хлебу. Ссылка на этот сайт, прям верхняя, будет под этим видео. Кто еще может предъявить какие-то претензии к кукурузе? Например, скажут, газообразование, тяжесть желудки, вздутие. Прекрасно, но у вас синдром раздраженного кишечника, ничего удивительного, из-за вашего питания, образа жизни. Эти симптомы развиваются только в случае, если у вас проблемы подобного рода, дисбактериозные состояния. К тому же, если вы смешиваете, то есть часа за два едите до приема кукурузы, например, или бобовых, или после часа, через два, три, а не позднее, что-то сладкое, то есть с быстрыми углеводами. Ну, естественно, тогда у вас будет брожение, а в результате газообразование, тяжесть желудки, сдутие и так далее. Надо правильно питаться. Ну, вот как скоро в сюжете увидите, и не будет проблем. Так, попкорн и масло кукурузное вредны. Это окисленные продукты, особенно попкорн, это чистый канцероген. Тем более кукуруза, которая берется в массовом количестве для попкорна, и это стопроцентно геномодифицированная кукуруза. Ну, а теперь немножко про мамалыгу и немного про Абхазию долгожителей. Мамалыга – это круто заваренная каша из кукурузной муки или крупы. Это стало за последние столетия национальными блюдами, например, румын, молдаван, абхазов, да и не только. Широко распространенные аналоги мамалыги – это полента в итальянской кухне. Ну, и у некоторых кавказских народов. Можно назвать это, конечно, и полентой. И у грузин, и абхазов, адыгов, у нагайцев, чеченцев, ангушей, осетин и у балканских многих народов. Более того, вам скажу, тут очень важно подчеркнуть про так называемые вот эти белки-лектины, которые вызывают воспаление. Дело в том, что, конечно, кукуруза содержит их. Ну, во-первых, определенная обработка и предобработка уменьшает, как вы уже понимаете, их количество. А во-вторых, у людей, вырабатывается относительная частичная, но адаптация и нейтрализация в организме этих вредных последствий белков-лектинов, если, конечно, у этих людей нет дополнительных новых уже воздействий негативных на здоровье. Потому что, всегда, помните, действует не только отдельно взятый фактор негативно, но и комплекс факторов. И чем их больше, тем быстрее, активнее снижается иммунитет, защитные силы. Так, ну, а теперь я предлагаю вам послушать очень интересный сюжет из моего старого-старого видео, но, вернее, видео не мое, оно 1948 года про долгожителей Абхазии, а я оттуда брал сюжет и комментировал, у меня видео такое было раньше. Ну, оставлю на него ссылку тоже, а сейчас сюжеты относительно кукурузы. И вот подумайте, ведь практика критерий истины, в том числе, так сказать, надо только разобраться, что, зачем и почему и как. Ну, так вот, старейший на тот момент житель СССР Мансыр Киут, которому было тогда, впрочем, вы услышите сейчас сколько лет, смотрите сюжет, а потом пару комментариев и далее. Второй, последний уже сюжет из этого видео. Мансыр Киут самый старый человек в Советском Союзе живет в селении Кинги. Двор Мансыра Киута. Вся семья сейчас занята разборкой кукурузы, полученной на колхозные трудодни. По обычаю все приветствуют старейшего в роду. Ему минуло 146 лет. Он родился всего на три года позже Пушкина. Он был современником Кудузова и Нахимова, Глинки и Пирогова. А это самый младший в роду киутов, праправнук Мансыра. Ну вот вы посмотрели этот сюжет. Да, кукурузу заготавливали и ели довольно в больших количествах. Ну да, второй хлеб по сути. А может быть даже и первый и лепешки с кукурузой. Вот это самое мамалыга. Но мамалыга это ферментированный продукт. По крайней мере сейчас-то все любят делать быстро. А тогда не все делали быстро. Размалывали, замачивали в воде. Это немного бродило, но правильно говоря ферментировалось. Именно ферментировалось и потом уже варилось. Да, там и лектинов мало. Да, там высокая пищевая ценность еще сохраняется. Естественно, кукурузу молочной зрелости ели сырой. Вы видите стройность и подтянутость этих людей. Вы видели 146-летнего Мансыра Киута. И кстати, в сюжете промелькнуло, если вы прочли текстом, вот маленький ребенок был и у него был красного цвета початок в руке. Вот такой старый сорт кукурузы был, тогда еще выращивали. Ну а теперь посмотрите еще один небольшой сюжет, в котором речь идет про другого долгожителя Абхазии. И сказано, что он употреблял в пищу, что он любит. Ну а какую пищу вы предпочитаете? Больше всего люблю абхазские блюда. Фасоль наперченную, горячую мамалыгу, аджику, люблю чеснок, лук, родниковую воду пью. Итак, дорогие товарищи, да, чистый воздух, да, труд на земле, родниковая, чистая, обладающая, конечно, определенными физико-химическими свойствами, вода, о чем у меня было несколько отдельных видео, я вам советую посмотреть, ну хотя бы вот это последнее на данную тему, там дело в ОВП, в молекулярном водороде, естественно, она мягкая, но главное, это свойства антиоксидантные, этой уникальной воды, в центрах сверхдолгожителей, которые были когда-то, но вы слышали, фасоль, мамалыга, то есть кукуруза, определенные специи, вот основная пища была этих сверхдолгожителей, естественно, все это было выращено на очень богатых минералами почвах, в основном на так называемых лесовых террасах, а потому состав из года в год был богатым, а не бедным, это тоже очень важный фактор, ну а кукуруза полезный продукт, если правильно ее, что называется, готовить и далее потреблять, но что еще важнее не название кукурузы или там маис, а важнее это другое, чтобы эта пища во-первых имела в своем составе все необходимые питательные вещества и чтобы она была безвредная и категорически чтобы она была не генномодифицирована, не убивайте свою генетику и будущих поколений, не калечьте себя, а некоторые еще выпендриваются, так рады научно-техническому прогрессу во всех его проявлениях, что даже приветствуют генномодифицированную пищу, считая, что это прогресс, что это польза, ну а тех, кто против генномодифицированный продукт, считают маргиналами, такие вот они роботы будущего, ну так держать, а для разумных людей я еще раз подчеркну, вы можете еще испытать вкус настоящей кукурузы, получить настоящую пользу, покупая, конечно, не в магазинах, там нет такой, а у нас кукурузу, количество ее, разумеется, ограничено, это очень маленькое хозяйство наших товарищей, друзей, которые выращивают именно такую старую сорта, далеко от городов и всех населенных пунктов, абсолютно по старой технологии природопользования, севооборотом, старые сорта этой прекрасной органической кукурузы, вы можете у нас ее приобрести, ссылку оставлю, ну вот, пожалуй, на сегодня и все, напоминаю, что пропшено, глазерный овес и бобовые, а именно чечевицу трех сортов, в том числе черные, у меня тоже три видео выходило, уже ссылки на них я тоже вам оставлю под этим видео. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты, особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал, на нашем сайте надгард.ру и те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира, смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгард.ру, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира, от Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата, поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом, вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Телеграм-канал, который дублирует Ютуб. Мало ли что с Ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова